Давайте я поотвечаю рандомно на ваши вопросы. Валерия спрашивает. Алексей, что делать с реальным деперсом? Деперсоном. Я не знаю, что такое деперсон, Валерия. Если вы имеете деперсонализацию, то все начинается с диагностики. Потому что то, что вы называете деперсоном или деперсонализацией, вовсе может быть не деперсоном, а может быть какой-то вашей фантазией, которую вы себе рассказали и сами себе поставили диагноз. Чтобы диагностировать у человека истинную деперсонализацию, дереализацию, требуется достаточно большое интервьюирование и требуется достаточно большой сбор анамнеза болезни и анамнеза жизни. Потому что просто так деперсоном люди не болеют, да? Если я вас правильно понял. Давайте я еще поищу какие-то интересные вопросы. Кристина спрашивает. Здравствуйте. Шесть лет генерализованное тревожное расстройство. Занималась с вашей выпускницей. Ничего не помолнил, не изменилось. Хочется ваш совет. Ну, какой мой совет? Занимайтесь с другими людьми. Занимайтесь, ищите своего специалиста. Генерализованное тревожное расстройство тоже должно быть диагностировано правильно. Может быть, речь идет не о генерализованном тревожном расстройстве. Может быть, речь идет о чем-то другом. Может быть, речь идет еще о каких-то других проблемах. Что я тут могу вам посоветовать? Может быть, вам не подошел специалист. Нужно подбирать, нужно искать себе специалиста, который вам поможет. И, во-вторых, принимали ли вы психофармакологию? Если да, то какую? Были ли какие-то улучшения? Там очень много нюансов. Милка спрашивает. Как избавиться от чувства вины перед мужем? Как избавиться от чувства вины перед мужем? Ну, надо избавляться не от чувства вины, а нужно понимать, как вы его создаете, это чувство вины. Само по себе чувство вины не происходит просто потому, что это чувство вины. Вы сами себе как-то создаете это чувство, интерпретируя определенные события. И здесь очень важно понимать, как вы сами думаете о том, что вы сделали или что вы не сделали. Только так можно перестать создавать свое чувство вины. Просто так вот избавиться от чувства вины не получается, в принципе, на этой планете, потому что вы его сами создаете. Ровно так же, как и тревогу, собственно говоря. Наталья спрашивает. Алексей, боюсь головокружения. Ну и что? Не, послушайте, друзья мои, я же не виноват в том, что вы боитесь абсолютно обычных вещей. Но если вы боитесь укуса комара, если вы боитесь головокружения, если вы боитесь мочеиспускания, если вы боитесь дефекации, как я могу вам помочь? Это первое. Вы выбираете головокружению придавать какую-то мистическую тревожную конфигурацию. Это первое. Второе. Скорее всего, вы боитесь не головокружения, а последствий головокружения. Каких последствий вы боитесь? Ну, закружится у вас голова. И что? Вы боитесь упасть? И падение. Ну, хорошо, но предположим, вы упадете. И что? Надо, вот, Наталья, да, надо понимать, что вы боитесь не головокружения и не падения. Вы боитесь того, во-первых, а, что вы об этом думаете, и б, какие последствия вы себе рассказываете. Обычный человек со здоровой психикой может представить, что он может подскользнуться, упасть, что он может потерять сознание, там, по каким-то, там, вдруг событиям. Многие люди, там, в беременности или с низким гемоглобином, там, падали в обмороке, теряли сознание, подскальзывались, падали, ломали руки, ноги, и это не вызывает невротической проблемы. Поэтому в вашем случае надо понять, что дело не в головокружении, не в падении, а в том, почему вы своим психическим аппаратом, скажем так, который называется голова, считаете, что это настолько недопустимо и настолько не должно случиться именно с вами. Там и кроется ответ на многие вопросы, потому что в норме обычный здоровый человек может сказать, да, действительно, я могу упасть. Ровно так же у обычного здорового человека может случиться диарея. Ровно так же у здорового человека может случиться много чего. И он не испытывает по этому поводу высокой озабоченности. Он бы не хотел этого, но если такое произойдет, это не так сильно его коробит и не так сильно его беспокоит, да? Вот это надо понимать. Какие-то сегодня странные вопросы немножечко из области такой специфической, я бы сказал. Давайте немножко вверх отмотаем. Может быть, сверху будет что-то более существенное, скажем так, невротического регистра, я бы сказал. Алексей, поведенческая работа с ОКР не дает результатов. Одни компульсии заканчиваются, появляются другие. Что делать? Но тут нету Дэвис. Эндрю Дэвис спрашивает. Эндрю Дэвис. Но здесь нет ничего удивительного, понимаете? Поведенческая экспозиция и поведенческая терапия с компульсиями дает действительно неплохие результаты, которые вы и наблюдаете. Но если бы обсессивно-компульсивное расстройство лечилось бы только поведенческой терапией, было бы все гораздо проще, чем вы думаете. Ну, сделал упражнение и отпустил. За обсессивно-компульсивным расстройством стоит определенная личность. Вот мы в школе об этом очень много говорим с ребятами. Я на Ютьюбе говорю. И вообще за последние там 10 лет, наверное, я уже снял там сотни роликов по поводу ОКР. И на сезонах я об этом рассказывал. И за обсессивно-компульсивным симптомом, навязчивыми мыслями, навязчивыми ритуалами всегда стоит какая-то личность, которая генерирует определенный уровень тревоги. И эта тревога сбрасывается определенным таким вот специфическим образом. И дело в ОКР не в самих компульсиях и не в самих обсессиях, а дело в ОКР в том, как эта личность создает определенного рода тревогу, которая вот так компульсивно и обсессивно сбрасывается. Поэтому пока вы, дорогой мой Эндрю Дэвис, не сможете понять, что вы за личность, которая создает подобную тревогу и беспокойство, это не закончится. Потому что в вашей голове уже протоптаны нейронные связи, шипиками нейрональными уже все закреплено, потому что много раз уже это все повторено. И ваша центральная нервная система привыкла так, плюсик поставьте, кто понимает то, что я говорю. Ваша нервная система уже привыкла так сбрасывать тревогу. Вот есть люди, которые привыкли сбрасывать тревогу, грызя ногти. Это тоже нейронная связь. Тревога – ногти. Или люди дергивают волосы. Тревога – волосы. Или люди там, не знаю, мастурбируют. Тревога – мастурбация. Или еще какие-то ритуалы и поведение. И формируется такой психический рефлекс. Тревога – поведение, небольшое облегчение. Тревога – поведение, небольшое облегчение. И по большому счету между вашими ритуалами и мастурбацией, и между вашими ритуалами и выдергиванием волос или мытьем рук нет никакой разницы. Вы просто привыкли так сбрасывать тревогу. Это всем понятно? Поэтому не надо искать в этих обсессиях и в этих компульсиях что-то с подвыпидвертом, что-то необычное. Все мы имеем собственные психические рефлексы. Вот кто как привык, тот так и сбрасывает тревогу. И лечить надо не то, как вы привыкли сбрасывать тревогу, хотя тоже поведенчески это можно пытаться эти рефлексы угасить или растормозить, как мы называем это. Но, опять же, какой смысл растормаживать определенную привычку, если на ее место придет другая, согласны? Вот то, о чем вы пишете, Эндрю Дэвис. А почему приходит другая? Потому что вы не работаете над тем, как создается общая тревога, которая по привычным механизмам сбрасывается с помощью каких-то ритуалов или какого-либо поведения. Вот это надо, чтобы вы поняли. Потому что огромное количество пациентов, клиентов бегают со своим симптомом и думают, что надо что-то сделать, чтобы убрать симптом. Да, можно работать с симптомом в виде информированности, психообразования, дестигматизации психиатрического лечения, дестигматизации психотерапии, в виде построения патогенеза, разъяснения. Вот то, чем я сейчас занимаюсь с вами, в частности Эндрю Дэвис, я вам рассказываю, с чем это связано. Но за этим всем стоит еще работа над тревогой. Она делится на две тоже части, на психотерапевтическую и на психофармакологическую. Потому что наша главная стратегическая задача – уменьшить общее тревожное напряжение в человеческой личности. Его можно уменьшать с помощью психофармакологии и его можно уменьшать с помощью работы над личностью, которая эту тревогу создает. И здесь уже начинается творчество консультанта, творчество терапевта. Потому что выписать вам там транквилизатор или антидепрессант, но не супермного надо ума при всем уважении к врачам-психиатрам и неврологам. Подобрать вам препарат, который снизит вам тревожность. Но если вы не будете даже на фоне психофармакологии изучать и понимать, что это за личность, которая создает столько избыточной тревоги, которая выходит потом в симптом в виде сбрасывания напряжения, скорее всего будет рецидив. Вот почему многие клиенты говорят, у меня были навязчивые мысли, ритуалы, там, вегетатика и так далее. Я попринимала там селективный ингибитор обратного захвата серотонина с транквилизатором. Мне стало легче. Почему? Потому что общий объем тревоги снизился и потребности в сбрасывании этой тревоги стало меньше. Или сама тревога стала меньше проявляться. Плюсик ставим, кто это понимает. Но проблема в том, что эту тревогу генерирует личность. Не душа, а личность. А личность это конгломерат рефлексов, привычек. Эти привычки касаются когнитивной части, когнитивной рефлексы, поведенческие рефлексы, психические рефлексы, психические рефлексы с усиленным концом, обратные рефлексы и так далее. Из этого всего мы состоим. Мы с вами состоим из такого большого конгломерата привычек. И мы можем учиться новому. И мы можем бессознательно автоматически повторять. На самом деле не бессознательно, а просто автоматически. Бессознательно не очень правильный термин. Правильно говорить автоматически. Смотрите, как лучше научно переформулировать термин бессознательно. Автоматически не придавая внимания тому, что я делаю. Вот. Высказательный знак, кто понимает, что такое бессознательное. Бессознательное – это не что-то где-то там в душе летает. Бессознательное – это на самом деле зона мозга, которая имеет свои рефлексы, которая имеет свои когнитивные какие-то информационные данные. И вы выдаете определенное поведение или определенные психические какие-то реакции, не отдавая себе в этом отчета. Не потому что вы больной, а потому что, я не знаю, у меня здесь есть, у меня здесь нету, к сожалению, фонарика. Но вот если представить фонарик, который светит на шар, то луч света – это ваше сознание. Это не душа. Это ваше сознание, которому вы прикрепляете внимание в данный момент. Вот ваше внимание сейчас меня слушает и смотрит. Визуальный канал, аудиальный канал, высшей нервной деятельности у вас сконцентрирован на моем голосе и на моем видео. Это вы. Но какая-то зона мозга сейчас у вас, например, генерирует тревогу по поводу мужа, который не пришел домой, а он, может быть, где-то там бухает или еще что-то. Это не бессознательное. Ну, бессознательное – это зона мозга бессознания. Но бессознание, потому что вы просто об этом в данный момент времени не думаете или не отдаете в этом отчета. Поэтому не надо бессознательное на самом деле как-то мистифицировать. Всем это понятно, друзья мои. И вот я к чему это? К тому, что, Эндрю Дэвис, если вы будете работать над тем, что вы будете изучать, как ваша личность генерирует хроническую тревогу, тогда вы будете иметь хотя бы понимание, с чем вам работать. По поводу чего вы думаете? По поводу чего вы тревожитесь? Почему вы тревожитесь хронически? Скорее всего, у вас это давно. И, скорее всего, у вас это с юности. Соответственно, мы говорим о том, что человек, ну, вы в частности, всю жизнь имеет определенную личность, которая хронически генерирует тревогу. Вот и все. Вот и весь ответ на ваши вопросы. Я, там, Вася Голопупенко, который всю жизнь очень сильно генерирует тревогу посредством того, что я думаю о мире, в котором я живу, о себе в этом мире и о контакте с социумом в этом мире. То, как я это думаю, заставляет меня постоянно хронически испытывать тревогу. И моя нервная система привыкла эту тревогу постоянно сбрасывать в виде ритуалов, в виде каких-то навязчивых сомнений, в виде каких-то поведений. Также эта тревога проявляется вегетативно, что естественно для физиологии человека, в виде повышенного давления, сердцебиения, потения, озноба, головокружения, общего напряжения. Вследствие этого длительного состояния возникает истощение центральной нервной системы. И тут мы имеем астеноневротические и панические расстройства в частности. Вот, собственно говоря, и все. За две минуты можно вам объяснить то, что люди, к сожалению, в вузах не могут никак объяснить за пять, сука, лет. Вот здесь есть психологи, вам это объясняли вообще за четыре года-то? Ваши чудные высшие школы, так сказать, или аспирантуры. Вот, две-три минуты, и в принципе можно уже объяснить человеку, что с ним происходит. Тут не нужно, я не знаю, быть каким-то магистром чего-нибудь, да? Поэтому, друзья мои, надо правильно понимать то, что мы называем патоэтеологией или патогенезом, или этиологией вашего состояния. Тогда у вас есть шанс работать над правильными вещами, а именно над личностью, которая генерирует столько избыточной тревоги. И тут есть два варианта. Эта избыточная тревога генерируется либо хронически, либо локально. Ну, например, жил-был человек, до 30 лет все у него было хорошо. После 30 лет стал генерировать избыточную тревогу, которая проявляется вегетативно, которая проявляется обсессивно или компульсивно. Или иногда с примесью паники, потому что он неправильно понимает, что с ним происходит. Ответ. Я, Вася Пупкин, который после 30 лет попал в какую-то жизненную ситуацию, которая заставляет меня самого генерировать избыточную тревогу, смотря на эту ситуацию. Эта избыточная тревога проявляется вегетативно, обсессивно-компульсивно. Я паниковал, потому что не понимал, что со мной происходит. Научился не паниковать, но все равно продолжаю испытывать избыточную тревогу, потому что ситуация не разрешилась. Я, Александр, уже вам ответил, как лечатся панические атаки только что. Но я не виноват, что вы не очень внимательно меня слушаете. Или я, Вася Пупкин, который с юности генерирует избыточную тревогу, которая проявляется вегетативно. Вот вам ваши ВСД с детства. Либо обсессивно, либо компульсивно. Потому что я, Вася Пупкин, полуинвалид, где мама меня опекала, где я постоянно в тревоге, где я постоянно в беспокойстве, где я постоянно в опасности, где я постоянно боюсь произвести плохое впечатление, где я без мам, без папы не могу, и я с семейного костыля перепрыгнул на костыль мужа, или не только на костыль, на что-нибудь еще, и я, в принципе, не знаю, как жить самостоятельно, я не умею коммуницировать в социуме, я очень стеснительный, скромный, либо я очень претензионный к себе и к окружающим. Все. Блядь, все. Чему вас учат 4 года в институтах? Можешь мне объяснить? Поэтому проблема вас, как клиентов, заключается в том, что вы все усложняете. Согласны? Вы простые вещи усложняете. Вот давайте так, я вам даю гарантию под свою фамилию, что у вас есть всего лишь 3 корзины, которые отвечают на все ваши вопросы. Давайте вот внимательно меня послушаем. Если вы имеете тревожное расстройство, вот просто послушайте меня внимательно сейчас. Это просто вот вам бесплатно от школы эмоционального интеллекта, от меня лично, вот бесплатно, вам, блядь, за деньги это не объяснять, друзья мои. Слушайте внимательно. Есть три варианта, что с вами происходит. Значит, с вами происходит избыточная тревога. Плюс их ставим, кто понимает. Все ваши симптомы – это избыточная тревога. Тревога в физиологии человека проявляется вегетативно, обсессивно и компульсивно. Вегетативно – это вся вегетативная симптоматика. Обсессивно – это навязчивые мысли и страхи, нелепые, в том числе и похондрические за здоровье. И компульсивно – это каким-то образом вы пытаетесь что-то делать, чтобы снизить вашу тревогу. Проверяете пульс, давление, перешагиваете, моете руки, перепроверяете. Все. Вот все, что вам сейчас надо запомнить. Но, простите меня, нужно иметь интеллект ниже 50, чтобы это не понять. Итак, ваша симптоматика – это избыточная тревога, которая проявляется вегетативно, обсессивно и компульсивно. Это понятно? Я надеюсь, даунов здесь нет при всем уважении. Я надеюсь, это понятно. Все это, Петрушка, может проявиться в трех вариантах. Либо с детства, либо ситуационно, либо эндогенно. Объясняю еще раз. Жил-был Вася Иванов, до 30 лет все у него было хорошо. Или Маша Сидорова. Но в 30 лет началась вегетатика, паника, навязчивые мысли и так далее. Это говорит о том, что Маша Иванова после 30 лет попала в какую-то жизненную ситуацию, которая заставила ее, как личность, генерировать избыточную тревогу по поводу этой ситуации. Эта избыточная тревога, как вы уже знаете, проявилась вегетативно, обсессивно и компульсивно. Под вариант. Если Маша Иванова тревожно-мнительная личность, она неправильно поймет вегетативную активность и испытает панику, что станет отдельной проблемой, где Маша Иванова будет испытывать панику, потому что неправильно понимает вегетативную активность вследствие избыточной тревоги. Плюсик ставим, кто понял. Что, для этого надо три высших образования иметь? Чтобы избавиться от панических атак, нужно понять, что эта избыточная тревога так проявляется, и научиться себя не паниковать. Но это не избавит вас от личности, которая генерирует общую избыточную тревогу. Хорошо, уберем панические атаки за скобки. Итак, у нас есть Маша Иванова, которая после 30 лет начала испытывать избыточную тревогу. И продолжает ее испытывать до сих пор. Это ответ на вопрос, почему у Маши Ивановой до сих пор та или иная симптоматика. Все. Второй вариант. Маша Иванова лет так с 12-ти, с 13-ти испытывает разные симптомы. Вегетативные, обсессивно-компульсивные. Это говорит о том, что Маша Иванова хронически как личность, постоянно генерирует избыточную тревогу, вследствие полуинвалидного воспитания ее. Это связано с гиперопекой матери, которая внушает ей постоянную избыточную тревогу. Это связано с небезопасностью в детстве, что внушает ей избыточную тревогу. Это связано с очень сильными социальными страхами, что внушает ей избыточную тревогу. Это связано с абсолютной недееспособностью как самостоятельной единицы в жизни, что внушает ей избыточную тревогу. Поэтому наша Маша Иванова с 12 лет полуинвалид, постоянно генерирующая избыточную тревогу и вследствие этого постоянно генерирует вегетативные, обсессивные и компульсивные симптомы. Это всем понятно? В первом случае, если Маша Иванова до 30 лет не испытывала избыточной тревоги, а после 30 стала испытывать, терапия какая? Понимать, во что влетела Маша Иванова, что заставляет ее хронически генерировать избыточную тревогу. Что это за ситуация? Во втором случае, нам придется работать в целом с личностью Маши Ивановой, потому что она по жизни генерирует избыточную тревогу. Вот, собственно говоря, и все. И есть третий вариант. Минуточку. Вот. И есть третий вариант. Эндогенный. Когда с детства у человека возникает определенная ошибка высшей нервной деятельности, как правило, наследственная. Это связано больше с эндогенными депрессиями, когда, в принципе, у Маши Ивановой ничего в жизни не происходило. В принципе, Маша Иванова не очень-то сама по себе там социально какая-то странная, и она, в принципе, самостоятельная. Но ее нейромедиаторы так работают, что она постоянно генерирует очень депрессивное, например, состояние. И тогда мы говорим об эндогенной депрессии, которая требует гормонозаместительной терапии, в частности, антидепрессантами. Пожизненно, как правило. Но это уже более такой хардкор, что ли, да? Поэтому если мы уберем хардкор депрессии эндогенной, друзья мои, вот вам, пожалуйста, бесплатно то, что вам не расскажут и за деньги. Еще раз для тех, кто в танке. Ваши симптомы делятся на вегетативные, обсессивные и компульсивные. Вегетативные – это физиология, которой вы пугаетесь. Обсессивные – это навязчивые страхи, сомнения, фобии, сомнения в собственном здоровье, внимание к сердцу, к дыханию и так далее. И компульсивные – это какие-то ритуалы, чтобы вам стало легче. Перепроверка сердца, давление, перешагивание, мытье и так далее. Держать руку на пульсе – это все компульсия. И все эти вегетативные, обсессивно-компульсивные симптомы – это способ снизить избыточную тревогу. Плюс их ставим, кто понимает. Алло. Это всем понятно? Вот и все. И пытаться искать в интернете ответ на вопрос, что мне делать с вятским квасом под названием вегетатика, унятика, обсессии, компульсии – абсолютно бессмысленно. Потому что искать ответ в себе надо. А что я за личность там ее суда и эдак, которая генерирует либо ситуационно, либо хронически избыточную тревогу? Все. Следующий акт. Допустим, у вас с интеллектом все хорошо. И вы это поняли. Такое бывает. И дальше что мы делаем? Если это вариант первый, и вы до 30, например, лет не испытывали избыточной тревоги и симптоматики, а после 30 стали испытывать вегетативную, обсессивную или компульсивную, мы пытаемся исследовать тот период жизни, когда это началось, и тот период жизни, который есть сейчас. И мы пытаемся понять, что за контекст случился в твоей жизни, которому ты как личность стала испытывать избыточную тревогу. Это всем понятно? И мы стараемся интегрировать сюда новый способ адаптации к этим условиям, чтобы не генерировать избыточную тревогу. То есть фактически мы учимся функционировать в тех условиях, которые для тебя изначально генерировали избыточную тревогу, чтобы эта тревога перестала генерироваться. Там уже творчество психотерапевта-консультанта. Вариант номер два. Когда ты по жизни тревожный кабан. Когда ты по жизни генерируешь избыточную тревогу. Здесь мы исследуем не просто какой-то локальный отрезок, когда началось и сейчас. Мы, в принципе, исследуем тебя как личность, которая немножечко с поломкой. Потому что это личность, которая не интегрируется в реальную жизнь. Всем это понятно? Плюсик ставим, кто понимает. Если у тебя тревога с детства, это означает, что ты, в принципе, функционируешь с поломкой. Потому что ты на все генерируешь избыточную тревогу, и поэтому у тебя много симптомов. Вегетативных, обсессивных и компульсивных. И мы здесь исследуем тебя как личность для того, чтобы попытаться реконструировать твою систему отношений. Это и есть твоя личность, чтобы ты перестала генерировать столько избыточной тревоги. Ребят, скажите, вот для этого надо учиться четыре года на высшей вузе, на псифаке? Более я вам могу сказать, катастрофа ситуации в России в том, что вы даже этого не узнаете за четыре года на псифаке. Вы будете изучать пирамиду маслов, хуяслов, проективные тесты, кляксы Ротшильда, цветовые спектры, фигектры, какие-то шкалы, фигалы. Но вот то, что я вам попытался объяснить за пять минут, то, что надо объяснять тревожным пациентам, вам в институте не дадут. Вопрос, почему? И мне тоже очень интересно. Понимаете? Вот вам и ответ на вопрос, откуда тельные симптомы. Плюсик ставим, кто это понял, и мы начинаем разбирать кейсы. Поэтому задавать мне вопрос, а почему мне чешется рука, нога, ухо, а почему я контролирую, а почему я боюсь этого, боюсь этого. Ответ один. Ты, сука, генерируешь избыточную тревогу. И она у тебя так проявляется. Дикая боя из змей. Как убрать? Устроиться работать в террариум. Контактировать со змеями каждый день. И это единственный способ. Все. Я без шуток сейчас. Сложно, конечно. А что сложно? Вот, ребят, я правда... Ответьте мне честно. Вот все, что я сейчас рассказал про вегетатику, обсессии и компульсии. И по поводу двух всего лишь ситуаций. Это действительно сложно? Вот я... То, что я рассказал, это действительно сложно. Может быть, я немножко контужен. Ну, я сильно контуженный. Может быть, уровень моей контуженности немножечко не алло. И я не понимаю, что то, что я рассказал, это действительно очень сложно. Может быть, мне кажется, что это легко. А в реальности это действительно очень тяжело понять. Просто мне нужна ваша какая-то обратная связь. Потому что, может быть, действительно, я уже немножко к крыше поехал, и я не улавливаю то, что я рассказываю очень сложные вещи, и мне кажется, что они безумно просты. Понять сложно, делать тяжело. Ну, потому что за вас никто делать не будет. Ну, послушайте, мне вот, если честно, все равно, будете вы что-то делать или не будете. Моя задача социальная, да? Вот я сижу вечером после рабочего дня, и вам бесплатно пытаюсь ответить на вопросы, которые вы ищете даже за деньги. Согласны? И, наверное, я делаю не очень правильно, потому что, по идее, вы должны сами до этого были дойти. Потому что, если я вам про это рассказал, вы сейчас кивнете головой и скажете, все понятно, спасибо большое. И на следующий день будете задавать вопрос, а почему у меня такой-то симптом? А если бы вы включили интеллект и сами бы дошли до того, что я вам сейчас рассказал, было бы совсем все по-другому. Поэтому я уж не знаю, у кого что в голове останется, но ответ очень простой. Тебе необходимо искать контекст, из-за которого ты генерируешь избыточную тревогу, и потом изучать свою личность, которая генерирует избыточную тревогу. Всем это понятно. Вот и все. А знаете, что самое страшное? Я вот на дне открытых дверей, кто смотрел видео, посмотрите, там большая лекция, но она действительно очень важная. Но вы не будете смотреть, потому что вы не способны посмотреть три часа бесплатного материала, который отвечает на все ваши вопросы. К сожалению, люди у нас настолько тупые и примитивные, что им нужно максимум 20 секунд. Но в лучшем случае они снизойдут до минутного рилс. Но люди отупели. Да? И то, что я там два часа рассказываю о очень важных личностных проблемах, это людям не заходит, потому что им надо за минуту, блядь, рассказать, как для долбоебов. Понимаете? Вот надо для долбоеба, которому минуту, максимум, блядь, у него внимание включено, минуту. Это ж насколько надо, сука, отупеть, чтобы иметь возможность только минуту посмотреть рилс и еще предъявлять претензии, что ему ничего не помогает. Но люди в конец отупели просто, понимаете? А когда ты им снимаешь видео, большие, разжеванные, рассказываешь, они не способны, сука, это посмотреть, понимаете? Ну что тут с ними сделаешь? Ну как бы, ну такие мозги у нас, к сожалению, стали. Очень грустно все это, да? Вот. Собственно говоря, на этой ноте я предлагаю, наверное, приступить к кейсам. Да и это я не матерился еще. И это я очень скромно сейчас. Просто, понимаете, я я очень сильно хочу, чтобы вы поняли. И, может быть, я избыточно хочу, чтобы вы вылечились. Потому что у меня иногда, знаете, вот складывается впечатление, что я хочу больше, чем вы. Вы не замечали? Вот то, как я сейчас рассказываю, вот эти все бесплатные вещи, разжевываю. У меня такое чувство, что я хочу больше, чем вы. Представляете, до чего мы дожили? Вы болеете, а я хочу, чтобы вы вылечились больше, чем вы. Но если это так, ну посмотри ты, сука, видео, блять, посмотри ты видео, изучи, сядь с карандашиком, пойми, примени, распланируй свою неделю, начни это делать. Но вы не способны в половине на это, вы способны полистать ленту в рилс, понимаете? В лучшем случае. О, да, интересный репост. Светка, посмотри. Вот и все. Ну, о какой терапии тут можно вообще в принципе говорить? Ну, о какой? Терапии чего? мозгов, которые максимум минуту могут рилс посмотреть? Ну, там нечего терапевтировать. К сожалению, жестко, но правда, если честно. Кто вам еще скажет правду? Такс, ну что, давайте искать кейсы. Не люди, Аня, не люди делятся на два типа. Невротические реакции, невротические расстройства условно можно классифицировать по двум идеологическим причинам. Либо это человек, генерирующий тревогу с детства, либо это человек, генерирующий тревогу после определенного периода жизни. Это не два типа людей. Аня, включайте мозг. Это не типа людей, это типа происхождения генерации тревоги. тревоги. Продолжение следует... Продолжение следует...